В Октябрьском строятся два детских сада. Один на 160, другой на 260 мест. Они должны быть сданы к концу осени. Что еще хотят видеть жители Октябрьского в своем городском поселении? Давайте спросим. Ну, наверное, больницы, поликлиники. С этим, мне кажется, проблема. Все ездят очень далеко. Красково, еще куда-то, еще куда-то далеко. Не хватает врачей. Убогое помещение, потому что детям нигде не играть, родителям нигде находиться. Клиника старая, да, хотелось бы более новую, чтобы было побольше врачей, потому что ко многим врачам приходится записываться в Люберцыно, в соседние города. Нету центральной площади какой-нибудь. Знаете, чтобы вот выйти вечером уже без малыша. Те же бабульки на скамеечках, молодежь где-то там в стороне. Возможно, в воскресенье там даже танцы для молодежи. Не хватает? Благоустройства не хватает. В каком плане? В плане? Как-то здесь все неухоженно, неорганизовано. Два новых садика, по-моему, сейчас планируют с бассейном совсем. Это нормально. А так детских мест не хватает. Ну, хотелось бы лучше. Кто хотелось бы? Ну, чтобы кинотеатр какой-нибудь был. То есть для детей, куда вот детей можно было свалить. Хотелось бы, да. Дом культуры какой-нибудь, кинотеатр, еще что-то. Ну, поближе. А то самое ближайшее у нас где-то там в Люберцах и на Белой даче. Что здесь хорошего? Чем хорошего? Рядом лес с детской площадкой. Вот это вот очень хорошо, конечно. Этим похвастаться практически ни один город Подмосковный не может. Нравится то, что очень много детских площадок есть куда с детьми. Ну, а потом понаделали дорожек, где есть, где гулять. Опять-таки вот так, как у меня малыш. Вот эти, вот, наверное, плюсы. Лес, воздух, близость, расстояние, так сказать, до Москвы. Ну, в общем, такой спальный район, которому удобно жить. Рядом лес, дорога в стороне, лично у нас. Так что все прекрасно. Магазины, все у нас есть. Что нужно еще добавить? Не знаю, наверное, транспорт. Для меня, как пенсионерки, конечно, желательно муниципальный такой транспорт добавить. Новую поликлинику в Октябрьском начнут строить уже в следующем году. В планах строительство дома культуры и комплексное благоустройство дворовых территорий. Так что скоро Октябрьский станет именно таким, каким его хотят видеть жители. Наталья Григорьева, Александр Орлов. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова